Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лисосад golesosad.com Семена и саженцы редких растений При финансовой поддержке общественной организации Международное Содружество Творцов Родовых Поместей Каждая экология обладает своей структурой, своими природными проявлениями и взаимодействиями, происходящими непрерывно на планете Земля. Если мысленно представить себе место вроде Среднего Запада США, вы увидите реки, озера и прерии. Или вы можете подумать о кукурузном поясе, о родном доме, о месте, где живут фермеры. Но в общем все гораздо разнообразнее, а разнообразие именно то, к чему мы стремимся. Однако разнообразие, на которое мы полагаемся ради выживания, под угрозой. Большинство ферм на Среднем Западе десятилетиями вынуждали к переходу на культуры вроде кукурузы и сои, под давлением индустрии, экономики, банков и федеральной политики. У фермеров все меньше альтернатив. Они заложники системы. Выращиваемые ими культуры зависят от синтетических удобрений и механической обработки, эрадирующих почву и загрязняющих реки. Этот регион считается спинным хребтом Америки. Мы гордимся тем, что мы фермеры, но эта система понижает биоразнообразие, вызывает эрозию верхнего слоя почвы, уничтожает наши леса и ответственно почти за 30% всемирного выброса СО2, больше любого иного источника. Наше решение – компания «Миллион деревьев лесного ореха», возрождение лесов Среднего Запада. И все начинается с лесного ореха. Но перед тем, как заняться этим, давайте углубимся в проблему. Мы знаем, что треть стоимости сельского хозяйства – это энергия. Энергия в форме удобрений, пестицидов, механизации, нефти, упаковки, воды и, конечно, нашей собственной энергии. Вы могли подумать, сколько из этого действительно необходимо. Что ж, оказывается, что данная система тратит зря немало энергии. Представьте следующее. Средний фермер на Среднем Западе использует 40% сельскохозяйственных угодий под выращивание корма для скота. Животные, выращиваемые в неволе, питаются зерном, даже не предназначенным для их кормления. Зерновые выращиваются в таких крупных масштабах, что единственное решение для руководства – применение химии. Только эти удобрения, пестициды, переработка и перевозка создают огромный поток отходов, а решения прямо у нас под ногами. Итак, что мы можем сделать? Как изменить столь глубоко укоренившуюся систему? Как нам вернуть наши земли к более естественному состоянию? Можно ли создать сельскохозяйственную систему, снижающую необходимость в потреблении ископаемых видов топлива, направленную на восстановление экологии, экономики и вдохновляющую фермеров взять под контроль свое будущее и будущее нашей планеты? Ответ на все вопросы у нас под рукой. И интегрируя многолетние системы в наши фермы, мы можем вернуть углерод в почву, дать среду обитания диким животным, растить пищу, предотвращать эрозию почвы и начать создание регенеративного будущего. Один из самых многообещающих способов для борьбы с ситуацией называется агролесоводство. При агролесоводстве фермеры могут интегрировать однолетние культуры вроде зерновых и овощей в систему многолетних деревьев и кустарников. Лесной орех не только местный вид для Среднего Запада и употребляется в пищу с древности, но также работает в совершенном симбиозе с системой однолетних культур и использованием животных. Это уменьшит затраты фермеров и поможет вернуть углерод в почву, предоставит среду обитания диким животным, поможет растить пищу, предотвращать эрозию почвы и начать создание регенеративного будущего. Мы сажаем тысячи деревьев и кустарников и стремимся сажать миллионы. Будущее за многолетними. И фермы выглядят как буйный лес, дающий возможность производить достаточно продуктов, топлива, волокна, древесины и изобилие для будущих поколений. Присоединяйтесь к нашей компании «Миллион деревьев лесных орехов» и помогите нам пойти по дороге к возрождению. Внеся 7 долларов, вы получите саженец лесного ореха для посадки. Мы позаботимся, чтобы один миллион деревьев лесного ореха были посажены на фермах по всему Среднему Западу. Представьте, сколько еще миллионов будет посажено по их примеру. Представьте регенеративное будущее. Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лесосад golesosad.com Семена и саженцы редких растений Выращивайте ваши лесосады вместе с нами! Перевод Святослав Макаров Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин 2019 год КОНЕЦ